Итак, давайте посмотрим, чем же полезно и интересно может быть нам программа Guitar Pro и как она может облегчить нашу с вами музыкальную жизнь. Когда вы откроете программу Guitar Pro, у вас откроется вот такое вот чистое пустое окно. Ну, собственно говоря, так же, как в программе Word, когда вы открываете, открывается чистый лист. Итак, чтобы вам воспользоваться в полной мере возможностями программы, вам, конечно, нужно скачать себе на компьютер композиции, которые вы хотите играть. Ну, давайте сначала вот сейчас начнем с чистого листа. Об этом уже есть видеоурок, как включить метроном в программе Guitar Pro. Но я все равно скажу о такой полезной функции, как метроном, которая помогает начинающим музыкантам научиться ровно играть. Да и не только начинающим, и тем, кто уже давно играет в метроном, помогает при разучивании композиций. Смотрите, вот я сейчас включаю программу, и она начинает мне просто стучать. Вот это наш метроном. То есть мы под него можем что-то разучивать. Если темп быстрый, мы можем взять темп изменить. Вот здесь вот. То есть мы напишем другое число, и темп будет уже другим. Заметили? Метроном стучит медленнее. Ну, подробнее об этом в отдельном видеоуроке. А сейчас давайте вернемся к тому, как мы можем по программе Guitar Pro разучивать композиции. Ну, смотрите, откуда брать готовые композиции? Давайте начнем с этого. Ну, на самом деле тут все очень просто. Открываете любой поисковик, например, Яндекс, да? И набираете любую композицию, которую вы хотите сыграть. Ну, например, давайте найдем Beatles Yesterday. Вот у нас появилось найти. И сейчас, когда у вас вот здесь в поисковой строке уже стоит, и открылись результаты поиска, мы добавим к поисковому запросу еще две буковки. GP. Что такое GP? Это расширение для Guitar Pro. То есть это уже однозначно будут файлы, которые вы сможете открыть в программе Guitar Pro. Потому что, естественно, обычные ноты у вас в этой программе не откроются. Вот. И тыкаем найти. И у нас открывается вот, где мы можем скачать, смотрите, первый сразу же поисковый запрос. Guitar Pro 5 файлы, да, например. Смотрим, где у нас именно указаны файлы Guitar Pro. Вот здесь у нас указаны файлы GTP. Они могут обозначаться GP, либо GTP. Вот. Ну, давайте вот мы воспользуемся первой ссылкой. Открываем. И вот здесь у нас есть скачать Beatles Yesterday. Загружаем этот файл на компьютер. Можете его сохранить, можете просто открыть. Сохранить файл, это если вы в дальнейшем будете его использовать еще несколько раз, то, конечно, лучше его сохранить на компьютер. Если вы просто хотите посмотреть, подойдет вам или нет эта композиция, то можно просто открыть. Видите, вот у меня уже высвечивается, что это файл Guitar Pro. Вот он загрузился, и вот он открылся. И вот мы можем прослушать, что у нас здесь звучит. Допустим, мне этот файл не понравился. Я возьму и скачаю по другой ссылке, другой файл. На самом деле табулатур в интернете очень-очень много. И даже на одном и том же сайте, видите, мы вышли на тот же сайт, но табулатура уже будет другая. То есть на одном и том же сайте бывает очень много разных версий табулатурных одной и той же композиции. Сейчас посмотрим на другую версию. Смотрите, здесь немножко все по-другому. Чтобы вам сыграть эту композицию, вам, естественно, нужно уметь читать табулатуры. Как читать табулатуры на гитаре, есть отдельный видеоурок. Посмотрите его. Но давайте я коротко скажу, что здесь к чему у нас. Вот это у нас идут струны. Первая струна, вторая, третья, ну и так по порядку четвертая, пятая, шестая. А вот эти вот цифры, это у нас на струнах, какие мы зажимаем лады. То есть на какой струне, какой лад мы зажимаем. Если они написаны друг по другу, значит они играются вместе. Вот, ну это коротко. Более подробно посмотрите отдельный видеоурок. И вы можете разобрать эту табулатуру и сыграть эту композицию. Смотрите, вот сейчас, если мы запускаем табулатуру, тут звучание, да, темп достаточно быстрый. И, конечно, вы сразу же не сможете так сыграть. Предположим, вы разобрали какую-то часть, да, табулатуры. Как разбирать табулатуру? Лучше всего выделять себе вот так вот по несколько тактов, допустим, два такта. И разучивать их сначала без программы, просто глядя на табулатуру. А потом можно проиграть с программой, поставить зацикливание. То есть программа вам будет играть по кругу, а вы будете играть вместе с ней. Смотрите, сейчас доходим до конца второго такта и идем на начало. То есть таким образом вы можете эти два такта очень хорошо выучить, да, потом выделить следующие два и их выучить и так далее. Если для вас темп окажется очень быстрый, вы можете спокойно его поменять. Ну, потому что, когда вы только разучиваете табулатуру, вам, естественно, в таком темпе играть будет некомфортно, неудобно. Меняем темп. И сейчас композиция у нас будет звучать медленнее. Вот, если и этот темп быстрый, можете еще медленнее поставить. Тут ограничений нет, можно хоть 30, хоть 20. Но учитывайте, что если вы поставите очень медленный темп, будет играть достаточно трудно, потому что расстояние между извлекаемыми звуками будет очень-очень большое. То есть желательно все-таки сначала выучить без табулатуры, просто глядя на нее, да, без звука, чтобы вы уже в каком-то таком более-менее нормальном темпе могли это сыграть, а потом играть уже вместе с программой Guitar Pro. Вот. Это одна из основных функций, которая вам может очень-очень сильно помочь в развитии вашем музыкальном. Давайте я покажу такие функции, которые, возможно, вам пригодятся. Смотрите, если вы не можете разобрать табулатуру, вы можете включить себе гриф гитарный. Вот видите, здесь сейчас появился вверху экрана гитарный гриф. На самом деле вы его можете переместить куда угодно, он может у вас находиться здесь или здесь, если вы того пожелаете, то есть просто перетаскивайте его мышкой. Вот. И он будет в нужном месте, чтобы он вам не мешал. Теперь смотрите, когда я запускаю табулатуру, на грифе у меня будет высвечиваться, какие ноты, в какой момент нужно играть. Вот сейчас темп очень медленный, давайте темп все-таки сделаем более-менее приемлемым. Видите, они загораются красным, когда что играть. Вот. И таким образом, ну, конечно, тоже разучивать надо в медленном темпе, вы можете прямо на грифе видеть, что и где, в какой момент вам нужно зажимать. Но сразу скажу, что для гитаристов это не самый лучший выбор, лучше все-таки выучить, как читать табулатуры, и вам будет гораздо легче жить. Вот. Но вот для тех, кто играет на синтезаторе, функция включения клавиатуры может быть очень-очень полезна. Тоже так же вы клавиатуру можете передвинуть в любое место. Ну, например, вот я ее сейчас поставлю сюда. Да. И вот смотрите, вот здесь вот на клавиатуре уже у меня горят красные точечки. Это, опять же, те клавиши, которые вы должны будете нажимать при звучании этой композиции. То есть вот на синтезаторе по программе Guitar Pro на самом деле учить, конечно, гораздо удобнее, чем на грифе гитарном. На грифе гитарном лучше по табулатурам. А на синтезаторе вот удобно вот так, по клавишам. То есть смотрите, я запускаю программу, композиция играет, на клавишах ведут красные точки. То есть что, в какой момент вам играть. Вы тоже так же можете поменять темп, чтобы у вас точечки бежали медленнее, чтобы темп был медленнее, и программа вам, чтобы вы успели ублюдить, где какие клавиши нажимать. Но опять так же вы можете выделить, например, два такта, поставить медленный темп и выучить это в медленном темпе сначала. А потом уже играть в быстром темпе вместе с программой. Вот, если вы умеете читать ноты и умеете играть по нотам, то, конечно же, вам легче всего будет воспользоваться вот такой функцией программы, как ноты. Вот я сейчас убираю табулатурную строчку и у меня остается нотная строка. Только нотная. Для тех, кто играет на синтезаторе, на фортепиано, нотная строка, конечно, гораздо важнее и интереснее, чем табулатурная. Для тех, кто разбирается и в нотах, и в табулатурах, например, на гитаре, можно сразу же обе строчки поставить. То есть, смотрите, у нас здесь сейчас идет и нотная строчка, и табулатурная. Вот. Некоторым людям так удобнее. Но я думаю, что на гитаре удобнее все-таки читать по табулатурам, особенно тем, кто не знает нот. Нотная строчка, она не нужна, она отвлекает и мешает. А тем, кто играет на синтезаторе, на фортепиано, легче всего, конечно, ориентироваться, наверное, по нотам. Ну, если вы ноты знаете. Если ноты не знаете, то я уже рассказала, как вы можете посмотреть на клавиатуре, как, в какой момент, что играется. Вот. Значит, смотрите. У нас вот здесь вот, в этой табулатуре сейчас с вами одна дорожка вот внизу экрана. Видите, у нас идет одна строчка. То есть, эта табулатура у нас выписана для одного инструмента. А теперь давайте с вами посмотрим другую табулатуру, которая выписана для нескольких инструментов, и посмотрим, как можно по ней играть. Как будто бы вы играете с целым ансамблем. Вот я сейчас меняю табулатуру. Вот я открою такую композицию. Обратите внимание, здесь у нас уже внизу экрана четыре дорожки. То есть, эта композиция расписана для нескольких инструментов, для целого ансамбля. Вы можете пользоваться такими табулатурами, как для игры в группе, например, так и для сольной игры, когда вы будете играть, выучите сольную дорожку и будете играть соло. То есть, смотрите, ваша дорожка, например, будет вот эта вот. Первая. Вы играете соло, партию соло, гитары. А программа вам сыграет все остальные дорожки. Как воспользоваться функцией включения и отключения дорожек? То есть, предположим, вы эту дорожку выучили. Вот первую, да. То есть, вот она, ваша табулатура. Вы всю ее выучили, свою партию. И хотите сыграть под минус. То есть, вы соло-гитарист и у вас есть ансамбль. Значит, для этого у нас здесь есть вот в программе такие интересные функции включения и отключения дорожек. То есть, смотрите, мы можем... Давайте послушаем, как звучит эта табулатура целиком. Сейчас у нас здесь звучит весь ансамбль. Перед вами сейчас идет партия соло-гитары. Я могу переключиться, смотрите, на вторую дорожку. Это партия ритм-гитары. Если вы играете соло и у вас есть знакомый, который может сыграть аккорды, можете попросить его выучить эти аккорды. Здесь идет партия бас-гитары и партия удара. То есть, я вот здесь вот внизу экрана переключаюсь между дорожками. Я нажимаю то первую дорожку, то вторую, то третью, то четвертую. Соответственно, у меня перед глазами появляется либо партия соло-гитары, либо партия ритм-гитары, либо партия бас-гитары. Вот. Если вы выучили партию соло-гитары и хотите сыграть как соло-гитарист с ансамблем, то вам можно воспользоваться вот этой функцией мутирования звука. То есть, если вы вот здесь вот в квадратике, причем это можно делать у любого инструмента, да, видите, у каждого инструмента здесь есть квадратик, вы можете поставить, нажать этот квадратик, кнопочку вот эту, и у вас будет звучать сейчас партия всего ансамбля, кроме соло-гитары. Давайте послушаем. Слушайте, у нас сейчас соло-гитара не звучит. Если я эту кнопку выключу, то соло-гитара опять появилась. Точно так же я могу отключить ритм-гитару. Останется только бас и ударные. Если у вас двое, и вы выучили соло и ритм, вы можете оставить только бас и ударные. Программа вам будет играть партию бас и ударных, а вы с другом будете играть партии ритма и соло. соло-гитару. Теперь я эти кнопки отключаю. Здесь есть еще одна интересная кнопка под буковкой С. Под буквой С у каждого инструмента тоже есть кнопочка, которая может вам помочь в каком случае? Вы хотите выучить партию соло-гитары, но у вас когда вы включаете звучит весь ансамбль. Так вот, чтобы весь ансамбль не звучал, чтобы вам для начала услышать свою партию хорошо и хорошо ее выучить, вы можете нажать кнопку С около своей дорожки. Вот, видите, первая дорожка, кнопка С и у вас будет звучать только ваша гитара, соло-гитара. В таком режиме я вам обязательно советую включать метроном, чтобы было почему ориентироваться, потому что сейчас ансамбль не играет, но ориентир вам нужен. Вот, если вы хотите отключить две дорожки или три дорожки, вернее, услышать соло только двух дорожек, вы можете также поставить буквку С у двух инструментов. Можете оставить ударные и соло, можете оставить бас и соло. бас и соло. Смотрите, здесь еще есть такая функция громкость. То есть, если вам нужно четче услышать какой-то инструмент, вы можете очень запросто ползунки вот эти передвинуть и поменять громкость инструмента. Например, вам нужно услышать бас. вы делаете его громче. Как вы уже поняли, по этой программе могут играть не только гитаристы, но и басисты, и ударники. То есть, в принципе, вы можете взять композицию для целого ансамбля и выучить каждой своей партией и потом группой эту композицию сыграть. Вы можете также воспользоваться функцией и распечатать себе либо табулатуру, либо ноты. Делается это так же, как в программе Word, файл и печать. И у вас вот эта партия будет распечатана на листе. То есть, вы можете ее взять с собой, играть где-то в любом месте. Если вам нужна другая партия, значит, вы переключаетесь на другую дорожку, тоже так же файл, печать, и у вас распечатывается другая партия. Партия ритм-гитары в данном случае, партия бас-гитары. Если очень полезная функция этой программы, но она, думаю, особенно будет интересна тем, кто играет в группе или профессиональным музыкантам, это партитурный вид. То есть, смотрите, сейчас у нас с вами вот здесь высвечивается одна дорожка, дорожка соло-гитары. И если мы хотим увидеть другую гитару, то мы должны переключаться между дорожками. То есть, вот сейчас я переключилась, сейчас у меня здесь идет дорожка ритм-гитары. А, к примеру, мне нужны несколько дорожек одновременно, чтобы увидеть, что играет, например, ритм-гитара, когда соло-гитара играет в каком-то определенном месте. Или что играет в это время бас-гитара, или что в это время играют ударные. Смотрите, чтобы включить многодорожечный вид, я нажимаю вот здесь кнопку, и у меня теперь получается, что на экране светятся, выводятся все четыре дорожки одновременно. Ну, вот, к сожалению, на экран они у меня сейчас все четыре не входят, но давайте даже вот в таком виде, видно, что у меня вот все четыре дорожки сейчас перед глазами, они объединены вот такой вот общей линией, когда идет объединение нескольких нотных станов, вот такой общей линии, это называется партитура, то есть мы видим несколько инструментов сразу. Дорожка один соло-гитара, дорожка два ритм-гитара, дорожка три бас-гитара, и дорожка четыре это ударные. Допустим, меня сейчас в данный момент ударные не интересуют, мне не нужно увидеть сейчас что играют ударные, мне сейчас нужно увидеть что играет бас-гитара, ритм-гитара и соло-гитара, значит я дорожку ударных вот здесь вот смотрите при многодорожечном виде появились вот такие вот квадратики, они сейчас зеленые у всех дорожек, то есть все дорожки сейчас видны. Я ставлю, нажимаю вот этот квадратик у ударных и он стал красным, то есть я эту дорожку дорожку ударных сейчас отключила и у меня осталось на экране только три дорожки соло гитара ритм гитара и бас гитара все эти три дорожки звучат одновременно то есть смотрите если я запускаю проигрывание то я вижу в какой момент что звучит то есть в тот момент когда соло играет здесь ритм у меня вот вот перешли на следующий такт и бас у меня вот внизу смотрите то есть получается для каждого такта композиции я вижу все три дорожки вот первый такт у всех трех инструментов вот второй такт у всех трех инструментов и так далее вот за такт у нас есть только у соло гитары таким образом я могу также этот файл распечатать то есть если я хочу если я ну вот чем например я пользуюсь я руководитель ансамбля соответственно я распечатываю для себя полностью табулатуру то есть когда у меня все инструменты выписаны в одном на одном листе одновременно и когда ансамбль играет я могу отслеживать какой инструмент где вступает вовремя сыграл тот или иной инструмент или нет и могу уже делать какие-то замечания и поправки когда например не вовремя ну бывает что допустим ударные не вовремя начинают или бас да или ритм гитары какие-то не те аккорды вдруг сыграла вот то есть я могу это отследить и сделать замечание по партитуре поправить это все да вот это очень полезная функция именно для ансамблевой игры для игры в группе не важно какой у вас ансамбль классический или рок ансамбль в любом случае это очень полезная функция думаю вам пригодится теперь я снова вернусь к виду в одну дорожку и скажу про еще одну такую полезную функцию этой программы это смена тональности то есть транспонирование смотрите я могу эту композицию например если есть композиции которые ансамбль играет а человек солист да там не знаю вокалист поет и бывает такая ситуация когда вокалисту неудобно петь например очень низко или очень высоко соответственно нужно что-то делать с инструментами то есть не с инструментами а со звучанием инструментов то есть переносить куда-то выше или ниже партии всех инструментов вот при помощи программы гитар pro в принципе мы очень очень легко это можем сделать то есть мы заходим инструменты транспонировать и можем на любое количество тонов или полутонов то есть на октаву вверх на септиму вверх на сексту вверх мы можем транспонировать дорожки этой композиции и инструменты у нас могут уже сыграть выше либо ниже то есть смотрите например я сейчас хочу перенести эту композицию выше на 4 полутона здесь идет в полутонах будьте внимательны полутонов и ставлю обязательно галочку транспонировать все дорожки иначе у меня перенесется только одна дорожка но как вы сами понимаете если вы перенесете только одну дорожку в другую тональность все остальное у вас будет играться в старой тональности и у вас будет нестыковка то есть один инструмент будет идти в одной тональности другие инструменты в другой вот поэтому обязательно нужно поставить галочку транспонировать все дорожки нажимаю ok как видите у меня табулатура изменилась если бы мы смотрели в ноты но ты бы тоже изменились и теперь у меня вся композиция будет звучать выше вот такая полезная функция есть у этой программы на самом деле тут конечно гораздо больше полезных функций но мы пока разбираем основные